Этот кургузый силуэт должен быть знаком почти каждому россиянину. Если во дворе показался такой экскаватор, значит из кранов скоро перестанет течь вода. Ведь колесные машины серии ЕК всегда были излюбленной техникой коммунальщиков. В 1996 году ЕК-шки оказались весьма своевременной разработкой, но позднее появились более совершенные модели. А сейчас, в разгар западных санкций, Тверской экскаваторный завод решил возродить выпуск коммунальной классики. Реинкарнировавшиеся ЕК-14 и ЕК-18 теперь называются Е-145W и Е-185W соответственно. Им достался современный кабинный модуль, а также слегка подретушированная внешность. Но главное здесь — полностью отечественная компонентная база. Как уточняет газета Авторевью, рама, ведущие мосты, механизм поворота, коробка передач и раздатка собственного производства. Кабину, стрелы, ковш и часть гидросистемы также делает ТВЭКС. Неимпортнозамещёнными остаются только мелочи — автономный отопитель и биржпехер, и система централизированной смазки Линкольн. Но очевидно, что всему этому вскоре найдётся адекватная замена. Двигатель белорусский ММЗ-245. Неубиваемый тракторный агрегат оснащается механическим ТНВД, а выдаёт всего 105 сил. Поэтому максимальная скорость возрождённой ЕКАшки — всего 20 км в час. И ещё. На стреле экскаватора вместо привычного ТВЭКС написано UMG, что означает «Объединённая машиностроительная группа». Именно к этой компании Тверской экскаваторный некоторое время назад перешёл от группы ГАЗ. И продолжая тему смены собственников. Известный автопромышленник Вадим Швецов неожиданно вышел из автомобильного бизнеса, сообщает коммерсант. Причины такого решения остаются неизвестными. Уточним, что компании «Солерс Авто» господина Швецова принадлежали Ульяновский автомобильный и Заволжские моторные заводы, а также несколько совместных предприятий с Форда, Маздой и Судзо. Новыми собственниками этих активов стала новообразованная фирма «Альтер Инвест», которая оказалась учреждена топ-менеджерами самого «Солерса». Это Николай Соболев, Зоя Каика и Виктор Хвесеня. Самую большую долю получил гендиректор УАЗа Адиль Ширинов. А ведь именно он полгода назад публично заявлял об остановке проекта модернизации «Патриота» и неспособности УАЗа самостоятельно разработать современную машину. КОНЕЦ КОНЕЦ